В городском округе Люберцы прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Крылья мечты». В Московской государственной академии физической культуры встретились юные спортсменки из Москвы и различных округов Подмосковья. За выступлениями участниц соревнований наблюдали и мои коллеги. Красота, изящество, грация. Художественную гимнастику называют принцессой спорта. Два раза в год. В последнее воскресенье марта и последнее воскресенье ноября. Московская областная физкультурно-спортивная организация «Крылья» проводит открытый турнир среди юных гимнасток. На этот раз соревнования собрали на одной площадке более 200 спортсменок в возрасте от 6 до 14 лет. Традиционные виды художественной гимнастики – это мяч, обруч, это лента, это обязательно скакалка. Во всех этих упражнениях девочки должны проявить мастерство и трудолюбие, чтобы подняться на виде стал. География участниц широкая. Кроме Москвы представлено 10 округов Московской области. В том числе и Люберцы. Восьмилетняя Анна Кравченко из Красково. На протяжении пяти лет девочка занимается художественной гимнастикой. В этом году вошла в состав сборной городского округа Люберцы. За плечами у юной спортсменки чемпионат Московской области и дважды всероссийские соревнования. Ну я тренировалась, чтобы… И вот я сейчас разминаю, чтобы у меня все было хорошо, отрабатываю. Потом можно уже выходить на ковер и выступать. Хочу стать олимпийской чемпионкой, хочу, чтобы меня показывали по телевизору. Я привела дочку, потому что сама мечтала в детстве заниматься художественной гимнастикой, но, к сожалению, из провинциального города. И у нас секции художественной гимнастики так развита не было. И когда нам исполнилось три годика, мы решили попробовать. Появились первые результаты, ребенок уже увлекся, и сейчас это смысл жизни нашей. Уже без этого никак. Организаторы турнира предусмотрели памятные медали и подарки для призеров каждой возрастной группы и направления. Но самое главное, что крылья мечты – это еще одна возможность для маленьких спортсменок показать свои способности и результаты усердной работы. Уиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.